Линию Кочетов-Кортищево электрифицируют. Начало положено и в эту честь на ЖД вокзале в Тамбове теперь установлен памятный знак. Общая протяжённость участка более 260 километров. Стоимость проекта превышает 88 миллиардов рублей. Электрификацию обещают завершить в течение трёх лет. Действительно знаковое событие. У нас будет электрифицированной железнодорогой, что в свою очередь увеличит транспортную доступность для жителей Тамбовской и Саратовских областей. И, конечно же, это более комфортные условия нахождения пассажиров в пути. Это новые вагоны, более удобные. И, конечно, сократится значительно время пути от Тамбова до столицы нашей Родины. В стенах Тамбовского вокзала в рамках рабочей встречи продолжают говорить о планах и о том, что уже удалось сделать. В ходе работ предстоит смонтировать контактную сеть, построить четыре и реконструировать одну тяговую подстанцию, провести линии внешнего электроснабжения, удлинить прямотравочные пути на станции Птищево, Вертуновское, Турмасово, реконструировать станцию Тамбов. На девяти станциях будут установлены современные системы микропроцессорной централизации. Все перегоны линии оборудуются автоматической блокировкой. Отметим, что о серьёзных планах в сфере развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры глава региона и начальник ЮВЖД договорились годом ранее. За этот период на модернизацию и реконструкцию объектов железной дороги направили более полутора миллиардов рублей. А пригородные поезда в Тамбовской области перевезли около миллиона ста тысяч человек. Мы наблюдаем перерост объёма перевозок и пассажирооборотов в пригородном железнодорожном сообщении. Пассажиры выбирают пригородный железнодорожный транспорт в силу его стабильной работы, доступной ценовой политики, удобства расписаний. Очень мы рады, что успешно запустился у нас поезд, который проект соединяет Черноземье. И у нас жители очень довольны, что появилась возможность прямого железнодорожного сообщения с Воронежем. Растут объёмы и грузовых перевозок. В первом квартале этого года Тамбовская область стала самым динамичным субъектом по погрузке на все сети РЖД. Речь, в частности, об отправке нефтяных грузов и зерна. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Александр Кобзарёв. Область новостей.